А я тебе приведу два аята, да, в которых Аллах Субхану Аталя мужчин называет мужчинами. Вот я просто запомнил, вот много книжек есть «Женщины в исламе», да, с таким названием? Да. Очень много. А вот книжку «Мужчины в исламе» я ни одной не видел даже, не знаю, вообще бывает, есть такая? Я недавно видел группу в Телеграм. Мужчины в исламе. Мужчины сделали, но это не мусульмане, по защите прав мужчин. Да, нет, это тема не посторонняя. И там она набирает обороты, потому что они уже ущемлены. Вот так вот, грубо говоря, вот вы про побивание говорили, как бы вот, про физическое воздействие в психологических целях, я так правильно назову это, в исламе. А вот женщина, если что, может мужчину наказать каким-то образом, в том числе сиваком? Нет, сиваком нет, она может ему отказывать тоже в близости. Ну, наверное, даже посерьезнее может наказать. Давай вот на первую часть твоего вопроса я отвечу. Я приведу два аята, в которых Аллах Субханава Тааля в первом говорит. В этом аяте Аллах Субханава Тааля говорит, «Мечеть, которая была построена с первых дней на богобоязненности, более достойна, чтобы ты выставил в ней молитву». Далее Аллах Субханава Тааля говорит, «В ней мужчины, которые любят очищаться». То есть вот это аят, который определяет, да, мужество. То есть это человек, который привязан к Аллаху Субханава Тааля, отдает право Аллаху, отдает Аллаху его право. Вот это первое. То есть он соблюдает границы Аллаха Субханава Тааля. Во втором аяте Аллах Субханава Тааля говорит, «Ар-риджалю каввамуна алян-ниса бима фаддалаллаху ба'адахум аля ба'аду ва бима амфаку мин амвалихим». В этом аяте Аллах Субханава Тааля говорит, «Мужчины являются предводителями над женщинами». И, Субханава Тааля, самый интересный такой тафсир, который я читал относительно этого аята, «Иза кану риджалин». То есть «Ар-риджалю каввамуна алян-ниса иза кану риджалин». Что мужчины являются предводителями над женщинами в том случае, если они являются мужчинами. А как Аллах Субханава Тааля определил? Дальше, следующей частью этого аята. Тем, что Аллах Субханава Тааля предпочел мужчину. Чем? Он предпочел его аклем, предпочел его имуществом. То есть мужчина расходует из своего имущества, расходует на жену, расходует на других. Не только на жену. Мужчина больше садака делает, чем женщина. Если мужчина щедрый, ответственный перед людьми, перед теми, у кого есть на него право, в первую очередь, а потом перед другими, то это делает его мужчиной. Это качество мужчины. Понятно? Вот эти два аята, да, они определяют мужественность. В чем она заключается? А твой вопрос был? Ну вот, а теперь теоретически практически вот сегодня мужчина, так если, грубо говоря, близкий к этому, то, что Аллах описывает. Понятно. Ну, однозначно не скажешь. Я считаю, что в целом, в целом, мужчины не выполняют вторую часть. Первую, к сожалению, нет. Вот я, будучи имамом мечети, к сожалению, я наблюдаю, что мужчины не отдают Аллаху, Субхану Аталию, Гухам, не приходят люди на намаз. Утренняя молитва, утренний намаз, да, который является самым, одним из самых важных намазов, на него не приходят мужчины. И те женщины, которые рядом с ними находятся, они их тоже не гонят туда. То есть эти женщины как будто соглашаются вот с отсутствием вот этой мужественности. И откуда взяться этой мужественности, если этот мужчина нарушает одно из прав Аллаха, Субхану Аталию, это прийти, у тебя есть возможность прийти в мечеть на утреннюю молитву. Какие у тебя дела на фаджер бывают? А в течение дня человек не всегда может в мечеть попасть. А вот не приходят... Вот мы говорили про феминизм, да, что во всем виноват феминизм, Запад, они нам плохому учат, и вот мы как бы сами по себе хорошие, они нас вот просто плохому учат, влияют, там как-то воздействуют. А мне кажется, что феминизм на самом деле это следствие. Это не причина проблемы, которую мы обсуждаем. Это просто следствие той проблемы, которая существует уже внутри нас. И в первую очередь она существует потому, что мужчины не выполняют свои роли. Потому что мы говорим, мужчина-предводитель. Значит, мужчина ответственный в первую очередь за семью и за ситуацию в мусульманском обществе. И если он эту ответственность не выполняет, проблема возникает в первую очередь из-за него тогда. Но его же ответственность в том числе заключается в том, чтобы он следил за тем, что поглощает его супруга информацией. Ну да, чтобы он не допускал, не доводил, создавал альтернативу. То есть раз уж он предводитель, то тогда уже будет предводитель во всем, а не только в указаниях. Подай, принеси, ложись. Тут же вопрос в чем, что женщины сейчас это предводительство не воспринимают. Когда ты, ну попробуй настроить сейчас фильтр для своей супруги информационный. Но предводительство ведь не только должно выражаться там, ну какие-то приказаниях. В том числе почему? То может быть оно в том числе, но умный предводитель создаст ситуацию так, что люди даже не заметят, что они там чему-то подчиняются. Они будут только рады подчиняться. Да, но не все же это могут делать. Не все. Ну то есть проблема в первую очередь в мужчине получается. Смотри, у меня... Тогда я к чему веду?